Доброе утро. Правда ли, что дети, которые молчат при рождении, прошлую жизнь закончили насильственным путём? Есть ли другие признаки, чтобы это определить? Нужно понять, молчание несёт негативный окрас, либо оно несёт естественный окрас. Например, очень известная история с Ошем, Ошем Раджинишем. Когда родился, он первые три дня ничего не ел. Он рассказывает, что у него в прошлой жизни, в конце жизни был пост, у него была голодовка, и он не успел его закончить. На духовном плане важно все вещи, которые он делал, а голодовка, она имела ещё и духовный корень. Важно, должна быть реализована, это формирует духовную силу. Он когда родился, он три дня ничего не ел. Для него было важно, даже родившись, закончить духовное начало, формировать. Он три дня не ел. Этим самым он показал себе и показал тонкому миру, что его духовное начало преобладает над животным. Вот он родился, три дня ничего не ел. Тут никакой проблемы у него не было ни физической, ни психической. Поэтому нужно понимать, что если ребёнок молчит, в чём корни этого молчания? Они не обязательно, они совсем не обязательно, что это какая-то травма или проблема. Но это может быть проблема. Поэтому, чтобы судить, что происходит с ребёнком, надо разобраться в конкретной ситуации. Один и тот же признак, внешний признак, может быть следствием совершенно разных вещей. Нужно понять, есть ли тут что-то, что является разрушением, либо не является. Это, как вы видите, перед вами стоит машина, и она какого-то цвета. Надо понять, это собственный цвет машины, либо это грязь, которая налетела. А внешне, со стороны, это, может быть, вещи похожие. Внешне то же самое бывает с человеком. Поэтому я не буду ставить знак «плюс» или «минус», не разобравшись с ситуацией. Есть конкретные вещи, которые говорят о том, что есть проблема та или иная. То есть очень конкретные вещи. Когда ребёнок не может говорить, когда ему год, или сколько, или говорит с заиканием. Либо у него косоглазие, либо он кортавит. Конкретные вещи, говорящие о том, что у человека проблема. Либо у него родился дауном. Это да, это признаки того, что есть серьёзный дисбаланс в каких-то системах, включая мировоззренческую. Субтитры создавал DimaTorzok